привет сергей сегодня у нас о чем будем сегодня говорить добрый день дима добрый день дорогие друзья мы сегодня разберем определенную информацию касающихся цифр в которых работает глобальный предиктор знаменитые 11 22 33 44 и коснемся визита к путину бетонских студентов то есть вот это будет у нас две темы 1 для того что мы давно уже собирались это сделать рассказать эту матрицу что это такие за числа и когда я толкнулся на сообщение о том что 44 президент в 55-летнем возрасте барак обама я подумал что надо для наших зрителей донести эту информацию мы сейчас до мы не будем сейчас говорить о том что ну раскрывать ее в плане и информационном плане глобального предиктора по причине того что уже эта информация есть мы просто расскажем про эти числа так как их озвучивают обыкновенные источники в частности сайт магик факульти форум значит во первых это все двойные числа 11 22 33 и 44 двойное число это число мастера таким числом относятся числа в которых работает 22 аэрофанта по 11 в каждой команде в совокупности эти цифры дают сильные значения то есть 2 4 6 и 8 ну то есть 11 1 плюс 1 2 22 2 плюс 2 4 ну и так далее 3 плюс 3 6 4 плюс 4 8 это делает человека носящего двойное число несколько шагов мудрее обычного человека не имеющего повторения в вычислениях мы его цель эволюционируем и это доказано бесповоротно звезды скоро возможно скоро звезды сложится так что значение числа 44 и 22 будет обязательным составляющим как ген днк чтобы наша раса смогла выжить в новом мире сообщает сайт очень интересная информация на мой взгляд в нумерологических расчетах присутствуют господствующие числа 11 и 22 не следует думать что они так названы потому что имеет господство над другими числами все числа равновелики просто дело в том что в людях носителях цифр 11 и 22 присутствует мощная психическая энергия это она господствует над числами и она столь сильна что может взять вверх даже над обладателями этих чисел поэтому для человека которым заправляют господствующие числа главная задача не дать энергии превратить свою жизнь в хаос научиться обуздавать мощнейшие силы выраженные числами 11 и 22 для тех кто особо интересуется можно заметить что 33 и 44 также господствующие числа однако они почти не встречаются в человеческих судьбах то есть обратим внимание здесь вот идет намек на то что это скорее всего эгрегор понимаешь да то есть вот обладатель этих чисел хозяин эгрегориальная сущность которая потом влияет на аэрофанта то есть вот намек прямой людям господствующего числа всегда следует помнить что эти числа от 1 до 9 представляет собой полный спектр качеств которая наработала человечества то цифра 11 и 22 несут на себя нагрузку небесного спектра то есть понимаешь чем дело да то есть глобальный предиктор когда поле начал пользоваться этой матрицей он каким-то образом внедрил в психику через эгрегоры через всякие разные источники какое-то предназначение каждой цифры от 1 до 9 а вот числа 11 и 22 они относятся несут на себе нагрузку небесного спектра больше того если ну то есть соответственно мы предполагаем что это есть некое ограничение да когда тебе говорят что цифра один там представляет вот такого-то человека вот именно вот такого то все она уже его ограничивает понимаешь да влияет на как-то на психику цифра 11 и 22 такого свойства не имеет потому что она же есть и 2 и 4 она может складываться еще более того если каждая цифра 1 и 9 является собой четкое определенное значение то 11 и 22 этого нет на то они и господствующие числа чтобы впитывать себя множественных значений еще их называют совершенными ибо они числа земли и неба и мастерскими ибо они числа мастера вот очень интересно на этом сайте есть такая вещь напоминалка при всех дальнейших операциях с числами следует помнить если вам встречаются цифры 11 и 22 их следует оставлять в неприкосновенности а теперь о значении господствующих чисел конечно же вы увидели что 11 это 1 плюс 1 то есть 2 если 22 это 2 плюс 2 равно 4 но это всего лишь видимость на самом деле перед нами две части единого числа например 1 плюс 1 при этом одна часть принадлежит земле другая небеса то есть главной ошибкой которой могут совершать 11 22 это сокращение себя когда 11 становится 2 а 22 становится 4 то есть низведение себя до одного только земного существования и мы помним да что глобальный предиктор как раз запланировал сокращение обрезание себя то есть он сильно расплодился слишком появилось много элит много управленцев всяких и так далее по всей видимости участвует а вот магия чисел она и будет происходить то есть сокращение себя господствующие числа ни в коем случае не должны соглашаться на жизнь только по земной вибрации хотя понятно что включать в себя небесную вибрацию и непривычно и неудобно и во многих случаях тяжело надо выполнять миссию даже такие слова есть число 11 называют просветлением это канал в подсознание число развитой интуиции люди с господствующим числом 11 устремлены в своих жизненных интересах не на земное бытие а на духовное искание если же им придется заниматься только лишь бытовыми делами и вести обытовленную жизнь они начинают чувствовать непонятную усталость и неудовлетворение просветители существует для того чтобы взяв и накопив здесь на земле информацию и опыт перенести ее в горные сферы просветители те люди что вправе давать советы свои небесным покровителям а затем и своим небесным собратьям 11 число двойственности незавершенности непонятности отсюда множественность желаний совершения стремления объять необъятное число 22 называют господин созидатель люди 22 числа напротив рождены чтобы считывать идеи планы модели с небесных скрижали воплощать их на земле обрати внимание какие вещи до люди 22 числа напротив рождены чтобы считывать идеи планы модели с небесных скрижали в один или члены и воплощать их на земле это наиболее Могущественная из всех чисел Если вы родились 22 числа, ваш год или ваше имя При сокращении вырос таким числом, вы счастливчик Значит, вообще традиционно считается, что цифра 11 Цифра небесного царства 22 цифра великих земных деяний А в параметрах развития 11 это я разбрасываю камни Я рассеиваю что-то вверх, что-то вниз А 22 это я собираю камни Я распределяю кому и что То есть и тут глобальный предиктор Постарался внедрить в массы Вот такую информацию, которая действительно Эти цифры оставляет в неприкосновенности Дорогие друзья, сейчас мы коснемся с вами Визита к Владимиру Владимировичу Путину 11 и тоннских студентов Это главная наша сегодняшняя тема Там очень прикольно Вроде бы студенты сами приехали И там китаец все организовал Но их 11 и они поехали к Путину Вот интересно, что это Вот смотри, значит, давай мы с тобой потихонечку начнем У нас сегодня страничек много Нам надо Событие главное, мы его одно Сегодня и разберем Приехало, во-первых, 11 человек Это означает, что те, кто их послал Знают, каким образом управляется глобальная политика То есть в Древней Египте тоже у нас были собрания 11 и 11, да Мемфис и Фин и Филы Которые находились в разных городах Во-вторых, их приехало на встречу 11 С человеком, который, видимо, работает с другими 11 Ну, то есть одна команда молодежь приехала к другому игроку Который олицетворяет на сегодняшний день Самое лучшее опытное управление глобальными процессами То есть так и есть Владимир Владимирович Путин на сегодняшний день Лучший управленец на планете Следовательно, у него за спиной может быть своя молодежная команда Из 11 учеников русского какого-то колледжа Да, конечно, есть команда, которая помогает ему в управлении Но суть, как бы, вот тут все равно, обратите внимание Приехали провести переговоры Договориться Видимо, британские элиты, на мой взгляд Они потеряли мистическую связь с глобальным преддиктором Почему? Потому что были такие высказывания их там Типа сначала Путин был маленьким Казался маленьким Но потом он заполнил собой все пространство То есть это они сказали Когда он вошел, сначала он казался маленьким Но потом заполнил все пространство Приехали учиться работать Как получается заполнять собой все пространство Видимо, Brexit у них очень сильно повлиял на британские элиты Очень неплохо подготовили к таким важным событиям Что-то упустили, спешка была серьезная И глобальный преддиктор просто кинул таких слепых котят Поучиться у Путина чувствовать управление Вообще глобальное И чувствовать свой народ Народ, получается, в Британии живет совсем в другом мире Элиты не хотели выходить с блока А народ сказал Да, хотим Либо наоборот Народ не хотел, а элиты все-таки сказали Да, хотим То есть эта разношерстность Она, по сути дела, приводит к глобальным катастрофам Которые сейчас Ни глобальному преддиктору никому не нужны Дальше Обратим внимание Вот новый премьер Тереза Мэй Она какой сделала свой первый выход? Она сказала, что она хочет встретиться с Путиным в Архангельске На мероприятиях по поводу годовщины конвоев То есть показывая, что Россия и дальше будет идти Под британским конвоем И в глобальной политике И вообще везде Но первая встреча между ними состоялась в Китае, в Пекине То есть все-таки матрица выполняется Все-таки больше Владимира Владимировича Чем каких-либо других политиков И вот смотри После того, как ход не сложился И вообще идет проигрыши везде Абсолютно по всем направлениям британских элит И Тон по своей инициативе Пригласил духовника Владимира Путина Отца Тихона К себе в гости На этой частной встрече были согласованы Встречи с российским Да, Шевкунов На этой встрече были согласованы встречи С российским президентом И судя по рассказам ребят Путину также было интересно Посмотреть на английскую молодежь Пообщаться с ними Расспросить об особенностях английского образования Заметил епископ Обрати внимание, что Путин на сегодняшний Действительно является лучшим управленцем Его некоторые законы не выполняются С 2012 года Он работает в условиях того, что либеральные элиты Ему очень серьезно противостоят И страновые элиты США, Европы, Британии Крутят руки по всем направлениям И даже в этих условиях Он уникальный управленец Которого просто не могут Вот даже понять Есть такой термин Фактор давления среды Вот для них Владимир Владимирович на сегодняшний день Это фактор давления среды Они понять не могут Каким образом он так управляет Мы уже создали все условия Для того, чтобы он там ошибся Здесь не выиграл Там потерял Но он всегда выигрывает Приобретает Расширяет Территория не торгует Мы все видим Что все получается Как раз таки так, как хочет он И вот обратите внимание На встрече Они сказали, что Он им показал свое человеческое лицо Ты смотрел этот репортаж Да? Президент показал свое человеческое лицо Вот это вот главный посыл Вообще Который может быть для элит Он говорит о том Что человеком надо быть Прежде всего Человечность А уж потом Ты должен быть кем угодно Но прежде всего Да Прежде всего Ты должен быть Человеком И вот эти 11 школьников Приехали спросить Как же у вас получается Так управлять Вы все равно лучше И увидели его Человеческое лицо И вот еще Очень интересный момент Приехало их 11 На встречу Но на фотографии Когда они фотографировались Куда-то 11 пропал То есть Если посмотреть внимательно На все фотографии Их 10 10 человек А не 11 И Путин 11 То есть Это говорит о том Что приехали 11 Как посланники Как посланники Одного из Крыльев глобального Предиктора Североатлантического Прежде всего Сели за стол Переговоров 10 11 Куда-то потерялся Там даже Какая-то пресса Сообщила Что потом Там где-то Вот он появился Но тем не менее Матрицу Жреческую 11 Они не разрушили Они показали Даже этим жестом Что они готовы Учиться у Путина Управления Ну да Он занял 11 Он занял Если бы Получилось так Что их бы Село за стол 11 А Путин был 12 Вот это был бы Посыл Прежде всего Для Владимира Владимировича Что он используется Как фараон А не как управленец Он на сегодняшний день Они не разрушили Эту меру То есть Он сидит 11 То есть Он влияет на процессы Двух крыльев Глобального Предиктора То есть В матрице Жреческой 11 Иерофант Он Как бы Являлся Заканчивающим Первую десятку И как бы Начинающим Вторую То есть Он мог влиять На процессы Двух крыльев Глобального Предиктора И Владимиру Владимировичу Посадили Вот 11 За стол Переговоров Не 12 Тоже важно Очень Потом он Нашелся Этот один Ну в общем Не важно Обратим внимание Какая интересная вещь Министры Часами дожидались Аудиенции Владимира Путина Руководители Нервно сидели Месяцами Это вот ТАСС пишет Да Чтобы увидеть его И даже Дональд Трамп Встал в 2013 Не смог Увидеться С Путиным Президент Был слишком Занят Чтобы увидеть его Тереза Мэй Обе газеты Британских Написали Что юные Тонцы Обскакали Терезу Мэй Первая встреча Которая с Путином Должна состояться Лишь на саммите 20-ки В Китае 4-5 сентября Но тем не менее Гвардиан Узнала О встрече Путина С учащимся Я вот прям сейчас Зачитаю Эту новость Элитного британского Колледжа В Кремле Встреча была безопасной Произошла Пяти частной Аудиенции Президент России Владимир Путин Провел в Кремле Встречу с учащимся Итанского колледжа Одной из самых Элитных частных школ Для мальчиков В Великобритании Выяснила Газета Гвардиан Дэвид Вэй Один из присутствующих На встрече Писал в своем Фейсбуке Что для подготовки Встречи с президентом Россия Ему потребовалось 10 месяцев Более 1000 Электронных писем И 1000 Текстовых сообщений Ребята Мы правда Произвели на Путина Большое впечатление А он ответил нам Продемонстрировав Своё Человеческое лицо Как пишет издание С Путиным Встретились 11 учеников Итанского колледжа Сама встреча Прошла на прошлой неделе Президент Уделил на нее Два часа Даже Обаме На саммите В Китае Он уделил Час 20 А студентам Уделил два часа Опубликовали снимки Сделанные в Кремле Ребятам удалось Сохранить все Втайне Встреча была секретная До момента Возвращения домой И только через Несколько дней После прибытия На родину Они опубликовали Снимки Сделанные в Кремле На страничке Фейсбук Фотографии Где все 11 Вместе с президентом России Подписью Парня Влада Вот меня тоже Заинтересовало Что же такое Вот это парни Влада Оказывается Что иностранная Пресса Она так Называет Российскую Армию То есть И вот эти ребята Которые Значит Приехали Из глобального Представляют Глобальное Крыло Североатлантического Стали Армия Президента И между прочим После того Как Они уехали Вот буквально Сегодня читал сообщение Вчера вечером Читал сообщение О том Что В Сирию Приезжают На встречу Басару Асаду Приезжают Товарищи Лорды Значит Какие-то там Депутаты Министры Из Великобритании Для того Чтобы понять В чем они ошибались Что они делали Не так Наладить отношения Понимаешь Да То есть Вот Какая вещь Интересная Получается Прошла какая-то Маленькая встреча На которой Очень много Символов И дальше Политика Начала разворачиваться Абсолютно В другую сторону То есть Лорды Приехали К Башару Асаду Которого Еще буквально Неделю назад Они все Обвиняли И пытались убрать И вот Смотри Что еще интересно Встреча на самом деле Происходила Примерно 23-24 августа А 28 августа Дэвид Уэй Выложил в фейсбуке Фотографию И Мне это напомнило То Что Написал Фараон Рамзет II По-моему Да Все будут думать Что я проиграл Битву с иноземцами С хетами Но Последующие 3000 лет Все будут знать Что победил я И что я буду побеждать Всегда То есть Вот Он был посвящен У иерофантов В определенные Управленческие процессы Иерофанты Хладнокровные Не эмоциональные Управленцы Фараон же Ну Как по мне Там мальчишка Который Яцентричен Который хочет Там оставить впечатление Произвести Какие-то там Какой-то фурор И он После того Как ему Его посвятили В какие-то Управленческие секреты Не сдержался Что проиграли На военном Приоритете Он написал Вот эту вот Надпись То есть И вот Дэвид Вэй Который То же самое Сделал Выложив фотографию В фейсбуке Потому что Кремль На самом деле Все удаляет Вот он И Песков Как бы он подтверждает Мы удаляем Потому что Это была частная встреча Ну как бы Мы не собираемся Разглашать Чего там было И так далее Но мальчишки Вот эти Которые приехали Они разгласили Через фейсбук Показав тем Что они действительно Слабые управленцы Это раз Там еще Помнишь Была фотография Где они в Кремле Там все Со всякими Там знаками Такими Значит там На полу Легли Ну то есть Обезьяны Такие самые настоящие Приехали элитные управленцы С элитной школи В которой обучается Всего лишь на 1300 человек И такое поведение Ну по-моему Не соответствует Вообще Ни в какие рамки Не входит Кремль Да Вот я бы тоже Написал Управленцы Молодые Неопытные Кремль Не опубликовал Ничего Нет комментариев Фотографии Это была закрытая встреча В ТАСС Попали фото По ошибке Сообщил Песков Через свои источники Да Ну то есть Попали по ошибке Как и того же фараона Который Опубликовал Вот эту вот Записан Написал Эту надпись Которая единственная На сегодняшний день Да Говорит о том Что Подожди Какого фараона Какая Рамзес второй Все думают Что я проиграл Битву с хетами Да Но последующие 3000 лет Все будут знать Что я победил Я И что я буду побеждать Всегда Это когда была война Египта с хетами Хеты выиграли И фараон Как мальчишка Который Не смог сдержать Эту информацию В секрете В отличие от аэрофантов Он написал Победа Или поражение На шестой Все равно Все равно Я крутой Что наверное Не оценили 22 аэрофанта Которые его Посвятили В какие-то процессы Видишь Тут тоже получается Что Мальчишки Яцентричны И действительно Надо учиться Управлению И 10 августа Вот британская пресса Опубликовала статью Которая называется Армия Влада Где вовсю пиарится Армия России По отношению К ее конкурентам И ребята тоже написали Что на фотографии Подписано Что они парни Влада То есть они На сегодняшний день Начали работать На интересы России Прежде всего То есть гайки Зажимаются Управление Требуется Более качественное И те ошибки Которые Ну вот даже Брекзит Да по сути дела Если рассмотреть То Обрати внимание Даже уже Любой человек Особенно молодежь Может без Каких-либо Там методологий Понять Что что-то не так Что в Турции За неделю прошел Такой вот сценарий Военного переворота То есть Такое впечатление Как будто бы Спустились какие-то люди Сверху И сказали Ребята вы не успеваете За нами Надо срочно Вот это сделать Срочно Еще интересный Очень момент Тут даже Мы уже В онлайне Обсуждали Со многими Ребятами На ролике Русского BBC На 22 секунде Диктор Говорит Букву Ж Общая фраза Такая Встреча была Организована Частными Ж И спонсорами Вот Если кому интересно Мы можем опубликовать Когда опубликуем ролик Ссылку посмотрите Действительно То есть Частными Частными Ж И спонсорами Что это такое Кто такие частные Ж Ну жрецы Ну прям так Открыто Значит Я разобрал Дэвид Вэй Вот смотри Значит Дэвид Вэй Само слово Вэй Напоминает По звуку Путь Мы приехали к Путину Само слово Напоминает Путь 11 школьников Студентов Приехали инкогнито От британского Правительства Тем самым Подтверждая информацию О том Что правительство Возглавляет клоуны То есть Даже без согласования Зачем С клоунами Согласовывать Свои визиты Помнишь Пякин В том числе Говорил Да Что клоун Элита ушла Оставили клоуну Управлять Понятно Теперь Что при необходимости Повесить все проблемы Страны На этих же клоунов И согласовывать Там Даже Итонским Молодым Управленцам С клоунами Вообще Даже Смысла нет Вот 11 представителей Элитной школе Приехали К владеющему Мирным путем Владимир Владимирович Путин Владеющий Мирным путем Приехали Учиться Управлению Это также Означает Что Североатлантическое Крыло Глобального Предиктора Доверило Путину Управлению Глобальными Процессами Вот такие Интересные Новости По фотографии Которые Можно Увидеть В новостях Я уже говорил Британские Элиты Ничем Не отличаются От стада Павианов Которые Поместить их В одну группу Они будут Вести На ковру Валяться В костюмах Какие-то Знаки Показывать Непонятные Какие-то движения Делать Непонятные И Если В обычный Словарь В интернете Вставить Слово Way То С английского На русский То предлагает Словосочетание Варианты Замены Ну то есть Такого перевода Нету И этот вот Словарь Предлагает Варианты Замены И там Предлагает Несколько слов Но Сам этот процесс У меня очень Я тоже отметил Вот варианты Замены То есть Если там Кто-то К примеру Тот Расшифровывает Послания Владимира Владимира Он взял Way Вставил Увидел Что Путь Что Приехали Договариваться Потом Вставил В переводчик Он Понятно Что там Возможно И серьезнее Происходят Эти процессы Но Тем не менее Я так Делаю И Налицо Варианты Замены Даже Перевода Нету Есть Варианты Замены Этого Слова Соответственно Сам Вот Дэвид Вы Это Будущий Теолог То есть Богослов А что Такое Теология Это Комплекс Наук Об истории Вероучений О формах Религиозной Жизни Религиозном Культурном Наследии Религиозное Искусство Памятники Религиозной Писменности Теология Изучает Религиозное Мировоззрение Изнутри Еще Его Называют Нерелигиозным Богословием Выпускники Программы Теология Могут Заниматься Научно-исследовательской Учебно-воспитательной Экспертно-консультативной Работой Теологи Служат В религиозных Учреждениях Церковных Приходах Мечетях Буддийских Храмах Преподают В учебных Заведениях Работают В светских Учреждениях В природе Теолог Организует Культурно-досуговую Деятельность Проводит Воспитательную Работу С детьми И молодежью Подготавливает Религиозные Праздники Ну Еще Важный Момент Что Сам визит Вот наши Все русские Сайты Они обозвали Так Итон Итон Вот они говорили Итон Что очень Созвучно Со словом Атон Это Атон Это Единый Бог Солнца Монотеистический Культ Которого Был введен Фараоном Эхнатоном Насколько Мы Когда изучали Историю Мы понимаем Что Эхнатон Это Фараон Который Наручил Зреческое Религиозное Управление То есть Он Вывел Из тени Секретную Информацию Касательно Единобожия Даже В фильме Который Сняли Польские Режиссеры Фараон По роману Болестлава Прусса Вот Эта дама Которая Была Любовницей Фараона Когда она Плывет На Лодке По Нилу Она Поет Песню В котором Бог Единый То есть Эта фраза Она тоже Говорит О том Что Эта дама Была Непростая То есть Это была Очень Секретная Информация То есть Там Был Обезьянник Рассадник Зоопарк Всякие Разные Боги В виде Животных Эхнатон Нарушил Это управление Он построил В честь Атона Великолепный Белокаменный Город Ахетатон Который Играл При его Реформе Возведения Египта К единому Богу Роль Столицы Изображается В виде Солнца Тянущего Свои Ладони К людям Одно Из известнейших Изображений Этого Бога Находится На списке Золотого Трона Татанхамона Царства Зигмунд Фрейд В работе Моисея Монотеизм Высказывал Мнение Что культ Атона Наложил Серьезный Отпечаток На формирование И развитие Иудейского Монотеизма И предшествовал Его появлению Поскольку Ветхозаветный Пророк Моисей Проживавший На территории Древнего Египта Предположительно Во время Правления Ахнатона Мог воспринять Многие идеи Местного Религиозного Культа Адонай Вот смотри Я почему Это знаю Это из Википедии То есть Даже Зигмунд Фрейд Написал о том Что На втором Смысловый Ряд Перевожу Глобальный Предиктор После того Как Ахнатон Ввел Культ Единобожия Он понял Что с этими Процессами Он Управлять Совладать Не может А когда Мы не можем Управлять И совладать Этими процессами И предсказывать Их не можем Их надо Возглавить И потом Пошли Вот Моисей Предшествовала Культ Моисея И так далее Вот смотри После того Как около 16 тысяч лет назад Произошла катастрофа Уничтожившая Прежнюю цивилизацию Глобальный Предиктор Начал восстановление Необходимого Для него Образа Жизни Расцвела Магия Религиозный Зоопарк Египет Стал интеллектуальной Столицей Древнего мира И при переходе К распространению В глобальных масштабах Этого образа Жизни И созданию Единой глобальной Цивилизации Объединяющейся человечество Под верховенством Египта 14-летний мальчик Да Вот смотри На кого Творец поставил 14-летний мальчик Взойдя На египетский престол Под именем Аменхотеп 4 Заявляет Все ваши боги Выдумка Нет бога Кроме единого Всевышнего бога Милостого Творца И Вседержителя И принимает Новое имя Эхнатон И приступает К строительству В Египте Культуры Основывая Под его руководством На иной нравственности И мировоззрение Жизни А не посмертного Воздаяния Как-то было В Египте До и после него Но Эхнатон Был отравлен Медленно действующими Ядами Ртутью И после его смерти Египетское зречество Приступило К уничтожению Наследия Эхнатона Его имя Было обречено Забвению С какой целью Все упоминания О нем Были выскоблены Со всех папирусов Находившихся В обращении Изглаженных Каменных извояний На стенных росписей После случившегося Глобальный предиктор Наставники цивилизации Решили Что если они Не смогли Предотвратить Идеи Единобожия И лада Людей с Богом То впредь Миссию Проповедей Единобожия Им следует Взять на себя Что позволит Придать ей направленность Отвечающую Их интересам Таким образом Возникло Откровение Моисею И все Последующие Откровенные Данные Через пророков Вот И Путину Тоже намек Что надо Слушаться Нас И далее То есть Мы доверяем тебе На сегодняшний день Управление По всем фронтам То есть Мы тебе отдаем На сегодняшний день В руки Все кадровые базы Которые В нашем распоряжении Задачи понятны Они уже И нам понятны И предупреждение Сразу Подобного плана И вот еще Очень интересно Когда Не знаю Смотрел ты интервью Данное Блумберго 2 сентября Тоже Да 2 сентября 02-09-11 Он дал интервью И на провокационный вопрос Джона Миклетвейта Это Один из организаторов И участников Не последний Бильдербергского клуба В который Ходит Все Вот это Вот Атлантическое Крыло Там И Все Все Кадровые базы Глобального Предикта Он спросил Он спросил По поводу Дальнейшей судьбы Европы Путин Немного Замялся Он там Начал говорить О том Что 40% Золотовалютных Запасов В России Находятся В Евро Поэтому России Там Не выгодно Говорить О том И Предполагать Какая Будет Судьба У Европы Мы Желаем Только Хорошей Судьбы И Вот Что Ключевого На мой взгляд Он сказал Он сказал Но мы Внимательно Следим Мы Внимательно Следим Ну то Он Дал Свою Оценку Этому Вопросу И Сказал Что Мы Не В состоянии Но мы Внимательно Следим И За интервью Он повторял Это Два Раза Но мы Внимательно Следим За процессами За событиями За информацией Которая Спускается Свыше Мы Ее Обрабатываем И Применяем Ее Скажем Так В управлении Вот Люди Которые У него Работают С информацией Они Следят За потоком Событий Анализируют И выстраивают Своё правление Делают Доглад Потом Президент Принимает Какие-то Решения Да Вот Даже Многое Говорит Он Вишен Даже Многое Не Говорит Владимир Владимирович Потому что Любое Оглашение Прогнозов Оно Может Не Совпасть С прогнозами Глобального Предиктора А поскольку Управление Есть такая Штучка Что Если Ты Оглашаешь Причем Неправильно Оглашаешь То Сразу возникает Корректировка Ну Предиктор Корректор Схема Ты Огласил Никто Не Понял Ты Накачиваешь Воплощается И это Тоже Да А ты Огласил Все Прицепились Начали Об этом Говорить Шумеет Сглазили И Фактически Внесли Корректировку В сценарий И не Состоялось Да И это Тоже В том Числе Ну Вот Важно Понимаешь Что Мы Следим И По поводу Судьбы Европы Тоже Лучше Не скажешь Мы Внимательно Следим И желаем Нашим Партнерам Успехов Это Тоже Видишь Говорит В первую очередь За качество Управления Европейских Партнеров Которого К сожалению Уже Нет То есть Мы Вот Видим Приехали Элитные Управленцы Из Великобритании Молодежь Которая Должна Быть Продвинутая По всем Фронтан Но Приехала Нездержанная Неуправляемая Юноши То есть Удаши Юноши Я думаю Мало Чем Отличаются Вот Смотри Эта система Подготовки Кадров Называется Частные Школы Среди Которых Выделяется Несколько Элитарных Мужских Колледжей Во главе С Ситоном Тут Важны Не столько Знания Сколько Формирование Характера Системы Ценностей Отношения К жизни Только Тогда Получается Настоящая Качественная Элита Вымаштрованная Абсолютно Циничная Боевая И знающая Умеющая Командовать И подчиняться Понимающая Все без слов Действующая Как грамотно Выдрессированная И очень умная Собака Но вот Почему они Приехали к Путину Вот Когда читаешь Про эти все Институты Вымаштрованная Абсолютно Циничная Боевая И знающая Умеющая Командовать И подчиняться Понимающая Все без слов Действующая Как грамотно Выдрессированная и очень умная собака все это уже не управление то есть система поменялась его надо убирать он уже не в состоянии будет управлять а путин им показал свое человеческое лицо то есть . да ты понимаешь что такое разница в качестве управления то есть путину доверен на управление от творца и вседержителя а их вымуштрубывают издеваются над ребят над их психикой и они становятся управленцами которая потом не в состоянии понимать чего происходит не состоянии улавливать управленческие знаки символы отсюда много ошибок в управлении так вот формируется каста великобритании причем то что мы называем англосаксонской элиты создается столетиями более того именно наличие это настало одной из главных предпосылок того что англия стала великобритании крупнейшей мировой империи какой она была еще 70 лет назад и влиятельнейшим центром силы каким она и остается сегодня кадры решает все и без таких кадров не было бы никакого британского владычества но а вот обрати внимание в любом случае это владычество она исчезает то есть она все переходит на сегодняшний день к другим управленцам более качественно меняет прописку работы останутся те же самые то есть или там аж не пускает к себе чужих то есть рады перед ними ну вот эти несколько семейства которые управляют они наверное вот этим вояжем путина они показывают что они меняют прописки и на в принципе готовы поменять форму управления уже не буду жить его восточной азии или там в астане где ты на дальнем востоке там такие сейчас изменения где-то в евразии они будут спасаться от природных катаклизмов они готовы учиться у путина новыми управления в эту информационную биологические рубит и те же самые они 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 останутся они они останутся но ты обратил внимание до что вот важно понять тем кто на сегодняшний день должен взять в руки книжки достаточно общей теории управления теорию суперсистем там неважно что кого интересует да именно это именно касается управления все элиты которые на сегодняшний день управляли миром они выпали из меры управленческой по причине того что помнишь закон времени все у нас работает теперь по-другому теперь важны управленцы человеке прежде всего и британским элитам это не двузначно намекают на это но за что в одну сторону предупреждение то есть обратим внимание на сегодняшний день вообще любые элиты они не справляются с тем потоком информации помнишь мы говорили в какой-то выпуск как он выпуске про на скоб чего вот заявили американские или английские ученые сказали что ну да это вещь классная но на сегодняшний день у нас нету механизмов нету ресурсов справиться с тем потоком информации которая обрабатывается который должен обрабатываться даже если мы с одним там все компьютеры мира и еще в два раза больше мы не обработаем весь поток информации то есть о чем это говорит что население будет сокращать программа это она будет в любом случае продвигаться дальше а вот на территории россии где будет проживать там да по их планам и сказали джорджи 500 тысяч 500 миллионов человек вот этот поток информации возможно они обработают но важная деталь управленец теперь нужен человек и вот большой вопрос станут ли вот эти вот ребята которые приехали человеками они уже состоявшиеся и взрослые смогут ли они управлять исходя из интересов человека прежде всего с большой буквы это ну то есть я к чему смотри улови у нас есть шанс у тех кто на сегодняшний день будут брать книжку есть шанс стать человеком тут есть одна маленькая заковыка вот я в практике люди которые берут книжку но которые не были в поле управленческом это разговоры ни о чем то есть люди прочитавшие там кучу теоретических выкладок там труды и фолианты но не применявшие на практике не управлявшие людьми и коллективами не выстраившие отношения с рабочими черно рабочими и так далее не знающие их дни рождения функционально недееспособны не пишущие письма не общающиеся считающие людей быдло или ворующие из общего потока из общего котла а это вся элита россии на сегодняшний день до всего мира да и всего мира да это одним конечно то есть тут же надо в поле они в итоне то есть надо обрати внимание я я кстати еще что хочу сказать да в конце что дорогие друзья я скину я тебе скинул на электронную почту ссылочку на один интересный ролик на марафоне в сан-диего американка харриет томпсон показала время 7 часов 24 минуты и 36 секунд на момент забега и исполнилось 92 года и 65 дней участвовала пожилая легкоатлетка в соревновании уже в 16 раз при этом харриет призналась что год для нее был тяжелый и пояснила что в этом январе скончался ее супруг я хочу хотел бы тем кому интересно дать задание расшифровать это событие значит могу сказать что данный ролик показали по украинскому телевидению в час пик новостной в программе новостей то что мы расшифровали очень интересно вот дима только что сделал правильное добавление по поводу практики и мне бы очень хотелось чтобы те кто интересуется аналитикой те кто хочет попрактиковаться посмотрели этот ролик ролик 22 секунды длится ролик является послание украинским элитам вот его надо расшифровать и можете скидывать мне в личные сообщения ваши ответы кому интересно позаниматься скажем так хотя бы какой-то практикой понятное дело что этого мало у нас чего то надо начинать значит 11 сентября воскресенье мы запишем первую первое учебное скажем так мероприятие которое будет называться введение дальше у нас будет небольшой обзор текущих событий то есть разведданные мы не закрываем мы будем мы его просто сократим до каких-то разумных пределов и мы будем оглашать там самые важные новости которые будут и вам в том числе интересны значит дальнейшая работа с материалом она будет самостоятельно и вы должны будете каждый день по от часа до двух уделять какое-то внимание процессом самообразования то есть мне многие пишут какие будут курсы какие будут лекции вы поймите одну очень важную вещь что пока вы сами не возьмете в руки книжку пока это не будет ваша мотивация ничего в вашей психике не изменится то есть если это будут лекции которые мы будем читать мы можем их читать но практика показывает что в одно ухо влетела из другого вылетела калейдоскоп клиповость так не исправляются они исправляются ежедневным трудом через силу допустим георгий гурджиев говорил так у него есть фраза что заниматься человек должен каждый день так чтобы аж пятки по теле то есть имеется в виду заниматься умственной деятельностью интеллектуальной читать книгу выявлять там какие-то определенные тенденции значит 11 сентября мы объясним вам как работает программа free mind мы вам объясним каким образом будет происходить само образование но будет само образование вы сами будете заниматься и один раз в две недели один из наших преподавателей либо в онлайне либо зело либо skype будет проводить какие-либо мероприятия в качестве контрольного скажем так параметра который будет сверять вопросы ответы там ну и так далее все то что вас интересует мы все сообщим 11 числа скажем вам на какую группу вконтакте подписаться и я надеюсь в добрый путь спасибо